МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит, что недостатков по строительству нет совсем. В начале года тогда еще глава Кабинета министров Галина Данчикова в одном из своих выступлений подчеркнула, что в сфере жилищного строительства усиление контроля за качеством должно стать приоритетной задачей. В эфире «Квадратный метр» программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Минус 15 в квартире. Самые страшные ожидания жильцов дома на Ленина, 62, оправдались. Из-за неправильной системы отопления людям приходится замерзать в новом доме. Однако только ли в этом дело? Мнение эксперта, какие недочеты в строительстве могут сильно попортить погоду в доме. О контроле за качеством строительства поговорим с управлением Гостроя жилнадзора. Войти в долю, какие механизмы защиты прав дольщиков заработает в стране со следующего года. Радость новоселов одной из квартир на Ленина, 62, сменилась бесконечными разбирательствами с застройщиками и борьбой со сквозняками в помещении. Многодетная мама Надежда не может сдержать слез. Квартира, которая должна была стать уютным и теплым семейным гнездышком, стала причиной постоянных болезней детей. Проблемы начались уже в первый год эксплуатации. Из-за холодных полов жильцам в квартире приходилось ходить вунтах. Стены покрылись снежной кромкой, а элементарный прием ванны превратился в испытание. Одной из возможных причин низких температур в квартире объясняют особенностями системы отопления. Сегодня тепло подают, грубо говоря, по одной трубе на все этажи с четвертого подъезда до первого. Но для такой высотки необходима, по мнению управляющей компании, двухконтурная система отопления, которая предполагает теплообменники в каждом подъезде. Согласно выданным тех условиям, проработанному проекту на тот момент, мы выполнили все условия. Но система, она работает. Она же работает. Я вот вчера был на этом доме, заезжал, то есть там горячие батареи, там хорошие батареи. Несмотря на то, что батареи в доме теплые, можно сказать, даже горячие, в некоторых уголках квартиры температура может опускаться до минус 15. Людям приходится согреваться электрическими приборами, обогревателями и вот такими каминами. Находясь в квартире вместе с нашей съемочной бригадой, представитель состройщика домостроительного комбината признал недочеты. Он пообещал немедленно начать разбираться в ситуации. Сейчас я приеду на завод, вот эту тему поднимаю, потому что я уже понял. Слово он сдержал. Через несколько дней мы узнали еще одну вероятную причину холода. На первых отажах дома находятся нежилые помещения. Одно из них, которое расположено как раз под квартирой многодетной семьи, сегодня не отапливается. Температура в нем, по словам представителя застройщика, ниже 25 градусов. Как оказалось, собственник отключил его от отопления, чтобы не платить за подачу тепла в помещении, которое он не планирует в этом году использовать. У нас тепло идет снизу вверх всегда. Почему у нас радиаторы вот стоят внизу, то есть воздух заходит, поднимается и идет наверх. Если полы холодные, мы хоть что будем делать, то есть в квартире будет холодно. Надо запускать тепло. Это 100%. Позиция собственника неотапливаемого помещения проста. Подключить отопление категорически не отказываюсь, но пусть платят в таком случае другие. Было предложено энергопоставщиком отключить нас от отопления в связи с тем, что ничего делаться в этом помещении не будет. Соответственно, нести дополнительные траты нецелесообразно. Я свое помещение не собираюсь отопливать. Мне там не тепло, мне там не холодно. Отапливать полы выше квартир, ну тогда пусть ДСК берет, распроектировала неправильно. Однако проблемы не только в тепле. Изначально дизайнерский проект обещал покупателям почти элитные условия, но на деле оказалось, как говорится, дешево и сердито. На это у застройщика, как он признался, есть свои основания. Пока люди проводят ремонт и только начинают заселяться, к сожалению, неизбежно порча отделки в подъезде. Поэтому обещанный косметический ремонт проведут только в следующем году, когда завершат последний этап строительства. Кроме того, в декабре, как сообщил застройщик, должны получить долгожданные теплоотменники двухконтурной системы отопления и с отступлением морозных дней, должны провести работы по их установке. Что касается ситуации в целом, то на сегодня проблемы существуют только в одной квартире. В других температура находится в пределах нормы. Здравствуйте, Семен Дементьевич. Можно ли говорить о некачественно проведенных строительных работах, исходя из того, что температура помещения ниже влияет на температуру квартиры выше этажа? Нет, о некачественных работах полностью говорить нельзя, только на основании этого. То есть там надо смотреть будет уже, когда будет отопление в этом нежилом помещении. Только тогда уже можно будет сказать о некачественных работах, утеплении. В ходе строительства этого дома сколько проверок было проведено с Вашей стороны и какие нарушения были выявлены? В общем, по этому объекту было проведено 14 проверок по программе, а в общей сложности вместе с проверкой предписаний и так далее вышло 34 проверки. Это с марта 2013 года они известились о начале. Были нарушения по каменной кладке, то есть там по швам, по перевязке кладки это все устраняется. Потом были вопросы по стяжке, по гидроизоляции в санузлах. То есть там она не была заведена, как положено, на стены. Это тоже все устранялось. И по окнам, оконным блокам, по монтажным швам и по регулировке оконных створок. Видимо, сейчас эта проблема до сих пор присутствует. Каким последствиям могут привести такие недоделки в строительстве? Такие недоделки, как по гидроизоляции санузлов, может при случае протечки у соседей, может сразу поступить вода к соседям ниже лежащим. То есть гидроизоляция должна этому препятствовать. Нарушения по бетону, выявленные, влияют на безопасность. И нами своевременно в ходе проверок выявляются и выдаются предписания за строителем. Строители все вопросы устраняют. И поэтому введенный уже объект полностью безопасен. Сколько в общем проверок проходит за время строительства и какой алгоритм дальнейших действий? Количество проверок зависит от объема объекта, от сложности его, от этапов строительства. В общем, от календарного графика составляется программа проверок. По результатам проверки составляется акт проверки, выдается предписание об устранении нарушений. И также есть административное производство по нарушениям обязательных требований. С какими жалобами чаще всего обращаются жители из республики, ну и в частности из столицы? Ну, к нам поступают обращения в основном на окна, то, что в конденсат выпадает, и продувание, или там недостаточная регулировка окон. Зачастую бывают обращения, в которых просто не пользуются притоком воздуха для вентиляции. То есть вентиляция в нормальном режиме работает только, когда есть приток воздуха. То есть надо открывать форточки или пользоваться клапанами фильтрации воздуха, которые сейчас устанавливаются во многих домах. Но жильцы их неправильно эксплуатируют и закрывают все форточки, и воздуху неоткуда взяться, и из-за этого появляется большая влажность в помещении. Если человек все-таки обнаружил строительные недоделки, уже непосредственно проживая в этом доме, как ему поступить дальше? Куда ему обращаться? В части государственного строительного надзора надзор прекращается после выдачи заключения о соответствии. После заключения о соответствии только идет разрешение на ввод, после этого только заселяются жильцы. То есть полномочия управления, как органа госстроенадзора, уже прекращены. И поэтому можно обращаться к застройщику. Если от застройщика не будет устранения или каких-то ответов, уже можно обращаться в суд и в специализированную организацию для оценки выявленных нарушений, дефектов. А жилищный надзор вступает только в эксплуатации, но вопросы по строительным недоделкам не входят в их компетенцию. Спасибо за ответы на наши вопросы. До свидания. Сегодня долевому строительству и в частности предстоящим изменениям в федеральном законе уделяют большое внимание как в регионах, так и в руководстве страны. По информации Генпрокуратуры, в настоящее время в стране насчитывает порядка 40 тысяч обманутых дольщиков. Однако это вдвое меньше показателей прошлых лет. Что касается республики, то картина выстроилась следующим образом. В Якутии по программе долевого строительства возводят 124 дома, 70 застройщиков. Из них 6 компаний числятся в списке недобросовестных. Они ведут работы на 17 объектах, в том числе это 9 домов компании Макрос в Черопчинском районе. Однако с 1 января следующего года застройщики, упавшие в черный список, не смогут больше привлекать средства дольщиков. Также обязательные условия, отсутствие долгов по налогам и судимости по экономическим преступлениям у директоров и бухгалтеров компании. Все эти требования устанавливаются с 1 января 2017 года и, соответственно, будут распространяться только на те правоотношения, которые возникают после 1 января 2017 года. То есть этот первый договор долевого участия заключается после 2017 года, соответственно, на него будут распространяться эти требования. Кроме того, одно из основных изменений коснется финансовой устойчивости компаний. Их уставной капитал не должен быть меньше 2,5 миллионов рублей. Это требование, в отличие от всех остальных, начнет действовать только с середины следующего года. Эти нововведения должны максимально обезопасить дольщиков от недобросовестных застройщиков. Но в любом случае, как советуют специалисты, нельзя забывать о мерах предосторожности. В первую очередь, когда вы идете к застройщику, необходимо смотреть правоустанавливающие документы на земельный участок. Обязательно должно быть, в основном всегда бывает договор аренды земельного участка, либо же застройщик является сам собственником земельного участка. Кроме того, нужно смотреть, имеется ли разрешение на строительство. Вот это тоже очень важный момент. Также договор долевого участия, он обязательно регистрируется в органах Росреестра. Только после регистрации в органах Росреестра застройщик может оплату требовать. Еще одним механизмом, защищающим интересы дольщиков, должен стать компенсационный фонд. Его сформируют из-за числений самих застройщиков. Как сообщил министр строительства России Михаил Мень, если с каждого договора долевого строительства компании будут переводить фонд порядка 1%, то его годовой объем может составить 30-35 миллиардов рублей. В то же время он не будет альтернативой уже существующему страховому фонду. Страховой фонд просто уйдет на задний план с 1 января 2017 года. Стоит отметить, что компенсационный фонд, как подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ России Олег Бетин, не будет заниматься санацией плохих компаний. Его главной задачей станет обеспечение финансирования достройки жилья и контроль за передачей квартир дольщикам. Таким образом, фонд может стать гарантией сохранности денежных вложений населения. Совсем недавно в своем послании Федеральному собранию Владимир Путина отметил, что в прошлом году в России было введено в эксплуатацию 85 квадратов жилья. И это были рекордные показатели за всю историю страны. В этом году чуть меньше 77 миллионов. Но меньше не значит хуже. По информации Минстроя, за 10 месяцев 94% новых домов не обнаружено недостатков. Из 6% всего у 0,5% они связаны с серьезными нарушениями. Кроме того, в своем интервью Михаил Мень, министр строительства России, отметил, что много строить мы научились. Теперь нужно переходить на качество. И качество не только в строительстве, но и в благоустройстве территорий в целом. Это был «Квадратный метр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова